Доброго времени суток всем, дорогие друзья! Да, вот мы наконец возвращаемся и... Понедельник утро, это вообще как непривычно, я даже не знаю, насколько это непривычно, это ужасно непривычно, но мы, собственно, начинаем наш последний день Дримхака. Если вы помните, то на Дримхаке всегда у них вот такая вот немножечко может быть неправильная, немножечко может быть странная привычка. Блин, мы про Ваню вообще забули. Иван, Иван, Иван. Иван, Иван, что такое, Иван? Ивану что-то не нравится. Иван, что с лицом? Иван, что с лицом вообще? Я думал, позже начинается. А, Ваня думал, что позже начинается, но это такое. Доброе утро всем, доброе утро всем фанатам в первую очередь Empire, потому что именно их сегодня ждет довольно тяжелый и довольно веселый день. Будем надеяться, что... Нет, ну, может быть он будет долгий, может быть и нет. Три матча Empire я хочу сегодня посмотреть. Мы можем посмотреть сегодня три матча Empire. Ну, это будет очень-очень интересно. Напомним вам турнирную сетку. Сегодня три матча должно быть сыграно. Это, как вы видите, конкретно первый раунд сетки Лозеров Мауз Empire. Проигравший занимает четвертое место. Потом Cloud9 сыграет с победителем этой пары. Но потом Альянс сыграет с победителем вот этой пары. Так что... Так что что? Так что три матча Empire теоретически возможны. И ситуация будет точно такая же, как была у IG на финале второго интернешнала, когда они играли. Ну, то есть придется играть, играть, играть и еще раз играть. Теоретически 11 карт может сыграть команда Empire сегодня. Ну, посмотрим, что у нас практически получится. Все может быть, все может быть. У нас тут, как всегда, мы просто постоянно вам рассказываем про чудесную сцену Старкрафта. Там, наконец-то, выключили видео. Так вот, там включили 10-часовую версию видео под названием Making Bacon Pancakes. Вы можете загуглить. 10-часовая версия видео Making Bacon Pancakes. Ну, это просто что-то с чем-то. И нам включили 10-часовую видео саксофониста, который играет. Окей, Старкрафтеры это просто те еще наркоманы, ребят. У Старкрафтера там вообще какая-то грязь происходит. Просто рвань. У них довольно веселый товарищ на операторке сидит, видимо, и на режиссерке. То есть ставит такое догадывается. Ну что, давайте смотреть конкретно игру. Итак, Best of 3 матч, Mousesports против Empire. Эти ребята друг с другом еще не играли. Насколько я понимаю, или играли? Mousesports и Empire? Но не играли. Нет, не играли, не играли. Не играли, да. Empire у нас играли против Alliance и сразу же упали в лузера. И вот, собственно, Mousesports упали в лузера от команды Cloud9 в ужасно долгом и затянутом 2-1 матче, которые, в принципе, могли выигрывать. Да, должны были там выигрывать Mousesports. И то, что они проиграли в том матче, для меня, на самом деле, было небольшим удивлением. Потому что вот как можно было из той игровой ситуации потом дожиться до того, до чего они дожились. Ну, такое. В любом случае, Doom первым пиком от Maus, мы видим, показывает нам MSS, который на Doom имеет ужасный винрейт, 33%. Два из шести матчей выиграно, хотя на этом турнире он на Doom играл уже довольно много. Ну, видим, что у PaiCata точно такой же винрейт, 33%. Ну, вот Maus'a довольно веселый. Maus'a сегодня, я пришел на завтрак в 7.30 утра, Maus'a уже сидят, кушают в 7 утра. Думаю, ага, ребята готовы, серьезно настроены, так что все у них хорошо. Не, ну, команды, в принципе, должны быть готовы, потому что все, в финальный день осталось попотеть всего-то ничего. Ну, да, да, да. То есть, как бы, каждая партия сейчас, каждая игра, это довольно много денег. Ты посмотри, что пикает Empire. Это Brewmaster Ving'a первой стадии пика. Brewmaster Ving'a, это как-то аж, 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 аж очень даже странно и удивительно. Это к чему вообще? Ну, Brewmaster Ving'a хороший принцип. Ну, нулевой винрейт у Resolution'а на Brewmaster'е. Вот, мы видим, у Fly'a 100% на Ving'е. Ну, и очень интересное начало. Давайте дождемся. Ну, ты смотри, даже есть в зале немножечко людей, их очень мало. Ну, потому что, ребят, 10 утра на DreamHack'е, это где-то как 6 утра у нас в Киеве. Здесь никого нету, и здесь никто не приходит так рано. Люди, которые тут на DreamHack'е живут, собственно, в самой Elmi, да, которые участники самого Бьёка, они спят еще. На КСе, который сейчас прямо идет, Virtus.pro против Na'Vi, тоже, в принципе, никого толком нету. Несмотря на то, что это Virtus.pro против Na'Vi. Ну, я за поляков болею очень давно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так что вы включайте, кстати, трансляцию DreamHack TS. Да, я просто сейчас сижу тут периодически поглядывая. Это правильно, это правильно. Хардстоуна еще нету. Хардстоун сегодня, кстати, плей-офф будет. Я бы тоже посмотрел бы совсем немножечко. Ну, посмотрим, как оно там будет. Поляки пока там взяли раунд, да, или не взяли у Na'Vi? Поляки нет, вроде бы не должны были брать. 0-0 вообще еще. Там типа засады и все такое, но хотя 4 в 2, но... Terrorist Win, 6-0. Terrorist Win, 6-0. Да, так вот, смотрите, конечно же, КС пока... Ну, сегодня есть за кого поболеть. Там сейчас играет Virtus.pro Na'Vi, потом будет играть Hellraiser против SK Gaming. Через 2 часа будет у вас возможность посмотреть обе игры. Наших команд и поболеть за обе наших команды. Ну и, конечно же, конечно же, Empire. Я очень надеюсь, что нам не придется комментировать игру Cloud9 Mouse. Вот редкая такая игра. Я вообще, я даже думать об этом не хочу. Вот показывают нам сейчас как раз ребята из Mouse Sports. Хитрый лис. Ну вот он, Fly. Мне не удалось с утра пообщаться с имперцами, потому что я пришел, они уже сидели, настроенные. И уже, наверное... Не хотелось их отвлекать особо. Да, 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 так что... Так, подожди. Рома, ты смотри. Смотри, смотри внимательно. Не, ну верхние работают. Верхние, я тебя удивлю. Верхние... А вот внизу давай, удиви меня. Все четыре работают. А тут нет. А у Wingy работает все четыре. Ну так, я же говорю, сверху... И у Brewmaster все работают. Я же чего и говорю. Сверху работает все. Так что сверху все окей. Так. Да, тут люди не понимают, о чем мы говорим, потому что, собственно, вы видите Empire. Мы говорим опять-таки о внутриигровых багах Dota 2, которые мы очень любим. Смотри, маг дает инфу. Маг дает инфу. Говорит, так, короче, пацаны, смотрите, мы берем Brewmaster. Мы им забанили Тролля и Сларк. Это единственный герой, который не умеет играть. Вот все, Андрюха, ты катаешь на визаже. И Андрюха, блин, опять много... Да, ну короче, опять стилить у этих бомжей. Так что... Да, Fly будет играть у нас на визаже. Мы видим 31 игра в этом году на визаже. Это... Это очень много. И процент... Конечно, огромный. 77% winrate. Way too much, way too much. Way too much. Ну что же, Doombane, Mousesports, третий пик. Что они доберут? В бане мы видим. Виз, бане, Паришин. Там же Ликантроп, который дожил до второй стадии бана каким-то чудесным образом. Обычно туда не доходит, не добирается. Не, ну тут вроде и так вышкосносительная тема появляется. То, что ауровинги есть, тички визжи есть. Не знаю, будут ли сейчас Эмпайры изощряться и забирать какой-нибудь дроу рейнджер в себе. Нет, они никогда не играют с такой ересью, но... Не, ну с дровкой мы видели вчера, да, что творит визаж и его птицы под ауровинги и под ауровинги, и вы себе просто представьте. Подожди, 36% бонуса четвертая аура венджерс. Не, ну от венгии там мало будет, там же идет от белого урона бонус, а у птиц там десятка всего лишь белого урона. А, ну да, 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 да. Подожди, а как... Ну я понял, я понял, тогда это плохо получится. То есть, не, ну от ауры... Ну в любом случае самой дровки-то будет хватать, а у бону Бонфлетчер. А у бону Бонфлетчер, да, там очень сильно идет бонус. У нас Бонфлетчер, собственно, залетает. Или Клинкс, Клинкс, какой же Бонфлетчер, прошу прощения. Каспер тут люто болеет за Нави КС. Я, кстати, после того, как поляки изменили свой состав, да, без Кубина и без Лурда, как-то перестал за них особо топить, что-то... Ну хотя... У них остался Паша Бицепс. Да, у них остался Паша, Таз и, конечно же, Нео, у которого вчера был день рождения, кстати. Так вот, полякам, конечно, в Катовице невозможно было не болеть, потому что там был просто целый пятитысячный зал за них. Но вот здесь как-то, ну ладно, пусть уже Нави выигрывает. Я проиграю 15 долларов, если Нави выиграет, ну это такое. Empire мне помогут, и все будет хорошо. Ну вот и посмотрим, насколько сильна твоя вера в Empire. Да, если кто еще не в курсе, то Вилат начал план по захвату вселенной, начиная я с захвата и конторы eGamingBets.com. Блин, опять эта зеленая точка. Это теперь уже не то, что я предполагал. Тогда был АВИК, сейчас вообще ничего нету. А там, может быть, там, где мышка. Что мышка? Показывает туда, куда мышку дергает. Видишь, ты же ездил. Видишь, туда, куда идет зеленая точка, и туда же уходит прицел через буквально полсекунды. То есть имеется в виду, куда, типа, мышка уходит. Ну, походу, да. Ну, дилей же у нас имеется, правильно? Там какой там в КСе дилей? Какой-то имеется. Вот это, походу, зеленая точка делает. Но мы опять ушли в другую степь. Вы опять не понимаете, о чем. И мы про КСГО. Хватит про КСГО. Будем вам только счет сообщать. Периодически. Да, если у вас нет возможности наблюдать две игры. Так, ну а пока у нас под рекабаном появляется у нас инвокер. У нас инвокер от Фаты, который довольно плотный инвокер от Фаты. Да, стабильно хорошо Фат на нем играет. Против инвокера у нас, что, бремастер, получается, будет стоять. Не самый сильный герой против инвокера. Мне больше интересует, будет ли этот триплав сложный с Клинксом. Или ты думаешь, все-таки пойдут в легкую, дадут Клинксу фармить и радоваться жизни. Ну, посмотрим даже. Мне кажется, в принципе, с Вингой, Визаджем, да, и еще вот каким-то таким... Не знаю, кто это еще может быть? Ну, просто там вопрос в том, куда пойдет Дум. Ну, Дум это МСС, поэтому он пойдет в сложную. А Вивер пойдет фармить, скорее всего. У Маузова и... Мне вот больше интересно, что сейчас имперцы будут забирать, потому что у них как раз остался последний слот, он очень интересный. И я вот даже не знаю, что бы это могло быть. Ну, это для мага, герой. Чем будет играть маг? У мага есть варианты, у мага есть, в конце концов, какой-то там Дарксир есть, Клокверк его любимые, да. Ну, тут они плохо очень вписываются. А почему плохо? Разве что какой-нибудь Клокверк, но... Не знаю. Хорей, хорей. Да, вот Клокверка и забанили, собственно, ребята из Мауз Спорт. Сейчас любимого баунти-хантера магу дадут. Будет повышать инрейд на нем. Это бисмастер. А вот это чудесный пик просто. Вот реально чудесный. Вот Вивера сбривать, это то, что надо. Стакать в сложной, ну, собственно, отлично, по-моему. Вот, по-моему, действительно отлично. Да, да, но пик, в принципе, неплохой. Учитывая то, что играют ребята за дайеров, бисмастеру будет удобно иншенов. Ну, причем видно, что он был заранее продуман, да, потому что полсекунды понадобилось магу для того, чтобы взять этого героя фактически сразу. Взял. И пик под номером 5 от команды Мауз Спорт. Да, у этих ребят тоже времени очень мало осталось. Я пока попью Coca-Cola Zero. Такая гадость. Это Enchantress. Ну, не знаю, мне тут Enchantress не особо сильно нравится. Во-первых, потому что есть Клинк, который может хавать крипов. Но это Мизери, который на этой Enchantress. О, это, да, гангающие вот эти Enchantress. В свое время мы помним ЛГД International. Новую мету фактически вводил там Мизери у нас в игре. И тогда они довольно серьезно объясняли, собственно, всем Китая, как надо правильно играть. Да, ну вот показывают нам в очередной раз ребята одних, вторых. Видим, Resolution там зевает, глаза потирает. Возможно, не выспался Роман. Да, я думаю, что... Футбол смотрели с вечером. Футбол смотрели, может, просто мало спали, плохо спали. Подушки. Да, оказывается, Silent, я вот этого не знал. Оказывается, Silent, да, не в другом отеле, не в том, где мы. Silent фанат футбола. Где? Где. Он следит за чемпионатом мира. У него была ярая дискуссия? Не, ну, не я там. Появилось у нас видео на YouTube-канале, где мы пообщались с игроками, с участниками Dreamhack'а и так далее. И спрашивали у них, за кого они болеют и так далее. Ну и там Silent проявил познание футбольных истин. Не, ну, зато честно сказал, болею за Россию, а выиграют явно не они. Не, знаешь, есть такая шутка. За кого болеешь там? Болею за Хорватию. А потом. А потом, да. Вот так же здесь. А потом. Потом болеть будет уже не за кого. Да, блин, я тут смотрю, КС, там просто какая-то грязь происходит. Людь. Вот, смотри, вот он, Паша просто бицепс. Смотри. Это Пашок. Сейчас, сейчас, сейчас. Просто Паша. Второй. Просто Пашок. Третий. И четвертый. Вот это да. Здрасте. Здрасте. Меня зовут Паша Бицепс и я держу нит на Инферно. Пашок красавчик. Можно на свидание вслепую так ходить. Да, кстати, про Пашу он тоже дал свой предикшн в этом видео. Про чемпионат мира по футболу. Посмотрите на нашем YouTube-канале youtube.com.slash.dota.sl.tv Его уже выложили? Да, его уже выложили. Я его выложил с самого утра. Уже отпроцессились, уже оно доступно. Можно посмотреть. Паша там тоже нам рассказывает. Ну, вот он и рад. Да, ну вот он выглядит поводрее, кстати, в отличие от резолюшна, который там до сих пор сидит, глаза потирает. Неужели не выспался Роман? Роман, соберись. Пойти ему в перерыве лещей надавать, что ли? Ну, ему лучше сейчас тогда лещей надавать, что уж в перерыве. Что уже ждать-то до перерыва? Роман, соберись. Да, вот он Ember Spirit здоровенный. Почему они выбрали именно Ember Spirit? Я не знаю, может потому что он красный. Вот он рыжий лис, мизери. Почему он рыжий? Если он... Ну, сейчас он уже не рыжий, сейчас он блондин. Он был рыжий, он еще и подкрашивался, есть мнение. Раньше. Раньше у него тупо рыжий-рыжий цвет волос был такой. Даже не рыжий, а больше такой на красный похож. О, боже мой. Походу, действительно подкрашивался. Тут мы видим, как закупается уже Фата у нас в... А, нет, это не Фата, это Айрат, извините. Это Айрат, который уже выбирает себе стартовый билдорды. Стартовый и тембилд, конечно же, и уже будет куда-то бежать. Да, игра обещает быть очень интересная. Но, знаешь, учитывая пассивность Mouse Sports и то, насколько хорошо, четко ребята из Империи вчера действовали, мне кажется, что тут должны быть вообще две бесшансовые катки. Ну, вообще, да. Вообще, Empire является просто огромными фаворитами. И у букмекеров, вот у букмекеров, в частности, я сейчас проверю. Я уверен, что после ставок там моих и прочих людей коэффициент еще упал. 1.28 коэффициент на Империю, на MAU 3.03. Ну, понятное дело, Вилат не сдержался и залепил на наших пацанов. Ну, и верю даже в то, что может быть как-то, когда-то. Что ты там хочешь высмотреть? Ну, я смотрю счет КС, там Epsilon против Lemon Dogs играет. Счет 3.10. Кто выигрывает, не ясно. Выигрывает контртеррористы. Выигрывает террористы. Просто выигрывает террористы. Выигрывает Epsilon. Вот, вот бомжи. Что? Кто выигрывает? Epsilon. Которые второе место заняли в группе и попали на Lemon Dogs. Но они заняли, и Psyllon заняли второе место в группе только потому, что они в группе с НИПами были. Ага. Psyllon-то сильные французы. Так, ну ладно, у нас тут пока что продолжается тактическая пауза. Не хватает у нас по-прежнему... Ну, пауза связанная с тем, что что-то у нас там со звуком у Фаты, по-моему, показывали. Да, вот он OneScore. Иван тоже выглядит относительно бодрым. Еще даже улыбочки собирается. Точнее, отправляет. Еще ему тоже напишу куда-нибудь. Вот я попросил Ваню помахать в камеру. Ваня помахал в камеру. Ну и готовы команды. Зрители подтягиваются по чуть-чуть, понемножечку. Да, пока еще самое-самое раннее утро, поэтому тут вообще практически никого нет. Ну, это не Интернешнл, где там с 9 утра толпы бешеного народа. Ну, да, да. Тут на DreamHack'е народ еще просыпается. Город просыпается. Пишет Иван, тут холодно. Холодно Ване. Там уже обижался этот... Мандраж у пацанов, пишет Мак. Там уже обижался на SpyCut, чтобы мы по-русски не писали в чат. Думает он, что мы сливаем какую-то инфу. Поэтому мы не будем писать. Ну, в общем, чате пообщаться о том, как холодно, почему бы и нет. Еще трек, как я наезд... Кстати, удивительно, что там холодно, потому что здесь жарко. Не-не-не, на самом деле очень прохладно. Я тоже пока походил. Действительно прохладно. Нет, сегодня на улице с утра дождь. Вчера было солнце и так далее. Сегодня я утром вот выходил как раз из номера. Шел уже перед тем, как вас встретил. Встретился в коридоре с Артизи, который в футболочке шел. Он мне сказал, dude, it's so freaking cold. Думаю, окей. После Лос-Анджелеса, понятно. В Лос-Анджелесе, да, там 35 градусов. Да. А так, в принципе, дождики. Такая дефолтная шведская погода, к которой мы все хорошо привыкли. Такую погоду я люблю. Я не люблю, когда плюс 35 лет. Я люблю, когда плюс 17 дождик. Вот это круто. То, что надо. Там, смотри, какой довольный ряд. Что он там прочитал? Вконтакте что-то вычитал. На баш, наверное, зашел. На баш зашел, может быть. Продотку почитывает, продотку 100%. Тема сисек. Нам уже тут факеру рассказывали. Факер, да. Факер прославил тему сисек на весь DreamHack. Теперь абсолютно все на DreamHack'е, организаторы, шведы и так далее, все знают, что такое тема сисек на продоте. Все ее читают. Так, ну вот фата вернулся с туалета. Все кроме факера теперь, я считаю. Да, все кроме факера. Отмены продот. Если вы нас слушаете, закройте доступ факерам к тему сисек просто. Это было бы ржачно. Он точно повешался бы. Так, ну нас вроде бы отжимают сейчас паузу. И врывается фата, все, забирает он своего инвокера. И поехали. Пас Бэйн, Изри на Enchantress, МСС на Doom'е и PyCut будет у нас фармить на Вивере. Ну и ребята из Empire, магна бремастери. Вот так вот. Да, Resolution Beastmaster, OneScore Vengeful Master, Fly Visage Master и Clinks Master у Silent. И вот этот вот свап героями, мне кажется, должен был сбить с толку команду Маус. Ну потому что он даже меня с толку сбил. Ну, типа немного это повлияло на лайны, но по сути у нас что? В принципе, милишник вместо милишника в миде не особо что-то поменялось вроде как для фаты. Быстрый левел Beastmaster и Brewmaster. Блин, опять-таки, это мозгоболь для комментатора. Brewmaster, Beastmaster. Будут путаться ребята, как D-Day и D-C, LGD, которые играют. А еще DD, Long DD. Да-да-да-да, там хватает пацанов. Их в одну команду всех запихнуть. DD, DD, Seelong DD и еще это был XDD когда-то, который за Rising Stars катал в прошлом году. Но он до сих пор есть, но сейчас он немножко никнейм, по-моему, сменил. Ну, это китайцы, они вечно никнеймы меняют. Они по выходным меняют никнеймы, когда им нечего делать. Ну что, начинается игра. Silent в легкой, в миде у нас Resolution, в сложный у нас Max. Саппорты побегут сейчас на верхнюю линию помогать Silent. В миде Fata у Maulzo. PyCut и Pass пока перемещаются. И неужели это MSS будет в легкой против Brewmaster? Это будет, кстати, весело. Потому что Brewman должен навалять. Вот в том-то и прикол, что сейчас PyCut действительно убегает у нас на верхнюю линию. Это, кстати, должен увидеть Fly сейчас. Ну и PyCut должен был увидеть. PyCut почему? Неужели, мол, за триплой в сложный пойти? Ну, а Max-то что? Max сейчас действительно себя будет отлично чувствовать. Здесь Misery придется уделять огромное количество линий, если он захочет все-таки гонять Brewmaster, потому что Doom этого сделать не сможет. Ну и получается что? Получается, у нас в миде стоит Unwalker против Besta. Это, в принципе, такой неприятный для Resolution должен быть лейн. Но раз уж назвался мидером, стой против Unwalker. И в легкой линии должен фармить Silent. Он будет фармить, а PyCut не будет фармить. Да, ну и вы знаете, я буду, наверное, все чаще и чаще посматривать в этом матче конкретно на мидлейн. Несмотря на то, что на топе нас ожидает триплана на даблу довольно веселая. Мне очень интересно, как же Роман отстоит против Фаты. Ну и то, что холодно, вот ребята написали, что холодно, иногда это очень сильно мешает. Если кто увлекается, например, корейским StarCraft, он знает, что там у ребят специальные приспособления есть для разогрева вообще рук. Ну что иногда это мешает. А вот в миде, где конкретно надо довольно много кликать... Я скажу, что это постоянно мешает. В частности, если ты в какой-нибудь CS играешь, там, где нужна конкретная точность, или StarCraft, где нужна скорость хорошая, то действительно очень-очень сильно мешает. Ну да, в миде тоже ты там пока прокликиваешь, раскликиваешься. Бывает очень назойливым вот этот вот градус, да, маленький. Посмотрим. Роман, мы видим, начинает не очень. Ну хотя в принципе 4 на 2, да, погнал Фату. Вот это уже очень интересно, то, что он его вот так вот гоняет. Говорит, иди отсюда. Нет, нормально. Если бы он ему пинка дал, это выглядело бы очень наглядно. На, поджопник. Все нормально. Вот такая анимация. Триплата, оказывается, у нас все-таки снизу образовалась у команды Маус. Нет, Пайкат переместился сюда, извините. Пайкат опять убежал, да. То есть вот он там вначале немножко поперемещался, теперь он стоит у нас против Бримастера. Дум у нас ушел в леса вообще фармить вместе. Ну и это провал для Маус, если честно. По-моему, это провал. Ну да, они немножко перемудрили, получается. Ой, Бейна, Бейна, Бейна надо зажимать. Сейчас Бейна с двух сторон должны зажимать. Флай забегает, дает слоу на Бейна. Бейна пытается стопить флайер, а стреливает его сайлент. А где Винга? Далековато, Винга. Да, очень далеко была, но тем не менее пасы очень сильно прохарасили. У него там четыре тангусика есть. Ну, Винги было до Д просто. Тангусики он тут будет кушать. Ну так Вингуш тоже, в принципе, видел, что убежала Винга. Там Вард стоит, поэтому инфата у Бейна была. Он более или менее мог оценивать ситуацию. Но все равно очень сильно наполучал пас. Да, ну и Костяной Войн мог бы сделать там первый фраг, но и пошло. Мак в сложной тем времени взял уже третий левел. И у него 10 на 1 крипстат, время как у Пайката 9 на 0. А в миде, в миде у Романа 13 на 3. У Фаты против него 14 на 6. Но это отлично, я считаю. Ну и Мак там уже начинает гонять вивером. Мак очень такой агрессивный бремастер, как мы можем видеть. Слушай, мне кажется, или по-моему три линии у Эмпайр в принципе можно назвать выигранными. Да, вообще салат, мне кажется, выигранный. Ну и не то, чтобы салат выигранный, но мид не загноблен инвокером. Милишник не загноблен инвокером. Это уже такая неплохая ачивочка. Клинкс фармит. У Клинкса фрифарм, топовый крипстат. И в сложной бремастера никто не унижает. А унижать никто его и не может. Может выбежать периодически пас. Но вот он только-только-только добежал до оффлейна. В результате Мак получил в начале игры огромное количество денег. Это левел у него сейчас будет. Да, да, да. Он сейчас выходит. Пас, кстати, может дать слип. Слип и Санстрайк. Вот это опасно, кстати. Мак. Нужен клэп. Нужен клэп. Нужен клэп, потому что погибнет. Да, он и так, скорее всего, тут погибнет. И да, он погибает. Думал, что вивер там за ней. Абсолютно нелогичный ферстблат, если честно. Не, ну там все четко. Типа слип, Санстрайк. Я имею в виду по ходу игры нелогичность немножечко. А ферстблат. Не должен он был происходить. Учитывая, что здесь стоит вард. И типа теоретически Мак должен был видеть. Мак должен был видеть Бэйна. Вот это да, это действительно единственный непонятный момент. Ну и Мизери начинает обходить вышку. Если там сейчас появится Бримастер, он, скорее всего, опять погибнет. Но Бримастер в правильную точку тпшится. Хотя все равно светится на линии. На него сразу же идет пинг. Да, и выходит Коза. Коза с Кентавром. Мак грамотно мансит и просто оббегает Мизери. Да, ну мы понимаем, что мувспид, конечно, у Бримастера с тапком намного выше. И Мага второй раз убить не смогли. Так вот я там показывал зрителям как раз таки, что вот-вот-вот тут вард стоит Мага. И вот тут, видите, вот эту полоску он увидел. Он должен был заметить здесь Бэйна. Да, 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 он должен был видеть перемещение. Там какие-никакие. Так, тут у нас Кентавр откидывается станчиком. Ванскор. Ну, попытка задонять вышку, скорее всего, или даже его забрать в Мизери. Да, сейчас должен быть стан. Стан есть. И скидывает слип ванскор с Мага. Но и Мизери отхиливается, хотя Маг его просто своей дубинкой... Маг идет еще раскрепать. Через три, две, одна. И... Достает. И просветила венга. Просто отличнейший фраг. А Пайката-то можно сейчас поймать у Пайката. Догадывается ли, что Пайкат вот туда вот в уголочек забежал? Наверное, нет. Да, и... Маг ищет. Нет, не будет. Да, Пайкат-Пайкат просто убегает. Ну, вот неплохо Эмпайр отвечает. Два фрага. Нет, на самом деле ответ просто отличнейший. Вивер, правда, забирает все-таки вышку, получает денежку. Ну, самое главное в этом всем это то, что на топе Заре говорит, ну, окей, ребят, хорошо. Если вы не против, а... Так далее. Напиши, что что. Про дота легла. Да, да, да. Ребят, ну... Мы... Тема-сисик. Что же вы хотели? Все так просто. Она всех волнует. Конечно же. Конечно же. Итак, OneScore, OneScore, тем временем, перемещается на топ. Midas появляется у Misery, и это довольно весело. В КСе я вижу 9-9 счет тем временем. Там вообще такой кровь. Лютая рубилова. Только что прошли мимо Hellrisers, где-то они недавно только появились здесь. На DreamHack'е их игра должна была начаться в 10, но... Против СК, но она была перенесена на 12, потому что на DreamHack'е всегда, кроме самого DreamHack'а, проводится еще чемпионат Швеции по киберспорту. И вот вчера как раз был финал чемпионата Швеции по киберспорту, и, собственно, в CSGO играли Sky, там, ини-пэ, и все остальные играли они до трех ночи. Нравится это выражение? Да, в Мира по киберспорту. В Мира по киберспорту, да. Или чемпионат Швеции по киберспорту. Это я на, то есть, или на Virtus.pro, или где я читал новости, что там, в Баку, чемпионат Мира по киберспорту. Да, основные дисциплины Point Blank, Street Fighter, Tekken, и все. Второй Мидас собирает команда Маус Спортс, и вот тут такой вот вопрос. Ну, кстати, вот эти два Мидаса, это очень круто, но они могут быть нереально плохим решением при условии, что очень классно сыграет Сайленд, да, с быстрым Сайлендсом. Да, если Сайленд сможет, у Сайленда появится быстрый Орхи, то действительно проблем будет огромное количество вот этих тонких героев. Мид, заходят, напали на Фату, Фата получает один стан, второй стан, минус Фата, Мизери. Ну и попытка как-то догнать Мизери, правда, нечем его догонять, потому что... Там Тапок? Да, там Тапок. Ну и вот тут затупили, там не надо было в Анскору давать стан в Фату. Хотели вообще не отпускать до Инвокера, хотя Инвокер ведь не квасовексовский, то есть особо откидываться ОЕшными с пламя он не может. И действительно, мне кажется, немножко перебдели с этим самым Инвокером. Могли делать два фрага здесь Empire, но, к сожалению, не сделали. Да, Сайленд принес себе, мы видим, Ring of Aquile, есть у него один Oblivion Staff уже, и есть также Тапок. Да, ну хорошие статы, и мы видим, начинает Сайленд тут вышку у нас разносить. О, Doom. Doom в игре есть. Вот именно, Doom в игре у нас присутствует, очень любопытный факт. Он вышел, я действительно удивился. Ого. Мы его видели в начале игры, и вот сейчас на восьмой минуте его видели, и Сайленд сразу же выходит. Одна, вторая стрела, он говорит, Doom вообще в принципе намекает, что ты не самый толстый герой, который может против меня тут стоять. Несмотря на то, что у Doom есть щиток, несмотря на то, что у Doom есть Tranquil Buzy, которые добавляют ему там 4 единицы брони. Ну хоть что-то, потому что один брони, вы понимаете, Doom это просто кусок, такой большой-большой красный кусок, который ходит и отлетает. Типу бы Сайленд тогда вообще очень быстро доказывал свою непровоту. Где Роман? Где Роман? Вот Роман, Роман летит на топ. И на топе будет сейчас пытаться принять Doom, потому что у Романа Смок, 1200 голды, и сейчас Смокер и Залюшин будет заходить в спину, наверное. Нет, он Смокер и Зайд с Ванскором вместе, и будут не в спину, будут в лоб Doom забегать, я так понимаю. Хотя Doom на лоу-граунде, и поймать его здесь будет тяжеловато. Его видят, стоит в арт, четко знают, смотри, как обходят, убьют, сейчас просто забегут и убьют. А через станы, действительно, забегает бисмастер, хорошо, один стан пошел, сейчас второй стан и плевочек от визажа. Да, действительно, все очень четко сделали, вот этот забег с такого лонг-лонг-лонг-ринжа. Doom тоже покупает Мидаса, это три Мидаса. Кто, Doom покупает Мидаса? Ну, я только поздравляю. А что это, Glass of Haze, что это может быть? Нет, просто понимаешь, если Иперия не дурачки, они вроде не дурачки. Они пойдут и просто начнут их убивать, да, потому что Мидаса добавляют, как мы знаем, огромное количество ХП. Дают станы. И огромное количество, да-да-да, урона в частности. Да, возможно, ДПС и растет, но, друзья, когда у вас урон с руки 85, и вам добавляется 0,1 скорости атаки, это не слишком сильно повышает наш ДПС. Ну, вы понимали, по деньгам сейчас, мол, совсем немножечко впереди, да, они один тавр забрали, но если отминусовать здесь три Мидаса, то вы понимаете, что это будет. Да, это вот просто... 5000 голды преимущество будет. Да, минус 6000, и сейчас вот посмотрим. Просто Империи нужен даггер, во-первых, на бремастере, тогда он может нормально залетать. Да, 200 золота всего лишь. Какой-нибудь даггер на резолюшене, это... 200 голды. Да-да-да-да. И какой-нибудь Орхид на клинксе. 200 голды. Ну, почти 200 голды. Ну, чуть-чуть побольше, да. Совсем-совсем чуть-чуть, то есть буквально минута другая, и все, за минуту-другую Мидаса себя купить не успеет. Но, блин, у Импайр сейчас такая ситуация, что если они не осилят, да, до 20-й минуты, раз там 15 убить... Будет тяжело потом драться. Да, будет больно. Будет очень тяжело потом драться, потому что этот вивер начнет что-то выфармливать серьезное, начнут появляться всякие легенд-сферы, будет очень сложно бисмастеру его цеплять. Да, и это будет тяжеловато. Ну, шестой левел, кстати, скоро также будет у визажа. Брюмастеру не хватает одного крипа до даггера. Бежит он на базу, не знаю, где он там деньги возьмет. Придется еще куда-то сходить. Ну, и маг тем временем уже с блинком. Десятая минута. Оффлейт брюмастер приобретает себе даггер. И бисмастер тоже покупает даггер. Где-то нахватило денег. Да, мастера получились весьма неплохие сейчас у имперцев. Ну и все, теперь прыгать и убивать. И бисм улетает на топ. МСС это труп. Да, 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 да. Труп МССа. Сейчас мы смотрим. Пока что этот труп бегает, но я думаю недолго осталось. Его прикрывают. Его прикрывают два типа в смаке еще и с крипами. Так на атаку, это будет круто. Да, да, да. Это такой себе байт на дума получается. А еще и птички. Птички летят. И птички отправляются. Да, 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 да. Да, да, там сейчас начнется лютый махач. Так и маг идет в лобовую. На хосте. Он сейчас увидел или не увидел. Не стал прыгать. Закончился один крип. Сатир сразу решил уйти из этого мира. Не, они просто Тавр заберут. Все, Моза бояться. Моза бояться, это абсолютно правильная логичка. Это минус вышка. Ну и приближается салант к своему орхиду. Точнее, он его сейчас себе купит. Да, отлично. Не получилось заднаить. И съедает еще салант крипа. Ну вот, я говорил по поводу того, что Юнча против Клинкса не самая лучшая затея. Так, у нас тут сейчас Флай на нижней линии от Вивера проседает. Ну, он должен убежать. Вивер погнался. Ну, Вивер вряд ли. Санстрайк! Санстрайк! Флай! Красавчик, Флай. Нет, кстати, кажется, попал Санстрайк. В результате пайкат сейчас забирает визажа и сам через таймлапс уходит. А в это время в миде нападают на Фату, который там, видимо, отвлекался на эти самые санстрайки. Да, забирают его. Резолюшн потратил уже свой крик. Сайлант уже должен нести себе Орхид. Да, у него уже 500 голды сверху. Курьер просто был занят. Нет, у него уже куплено. Да, я же говорю, что он должен себе его нести, но вот... Ну, пошли Тавра. Просто пошел дэмэдж по Таврам. Сейчас надо Импайр просто продолжать. У мага есть еще Праймал Спирит, не забываем. И надо врываться, надо нападать. Ну и что же там будет? Ну вот смотри, погибают у нас тут Форги, да еще попутно. В общем, много-много-много денег зарабатывает сейчас команда Импайр. У них очень сильный Клинкс, и этот очень сильный Клинкс сейчас заставит... Ну, ты видишь, Пайкат тоже на месте не стоит. Вот Пайката надо убивать раза три, пока у него не появится Линк и Сфера. Вот тогда все будет круто. Ну, пока есть возможность, да, потому что... Есть возможность прыгнуть Бестмастеру и наорать на него, и через этот, собственно, крик попытаться задать. Ну или просто Сайлант расстрелять. То есть, как бы это тоже вариант. Ну да, да, что-то типа того, потому что когда появится Линка, придется уже дуэтом действовать. Это, конечно, немного посложнее. Дум-третий Мидас. Ну, опять-таки, вы знаете, что я хейтерок знатный Мидасов. Нет, понимаешь, это вот тот самый пик, это как чизовая строта. То есть, либо они сейчас проиграют в Салат Моуспорт, либо они выиграют через, там, 35 минут. Вот строта примерно такая. И Империя тоже должна это понимать. Да, ну вот Мизери, и сейчас должен его убивать Сайлант. Сайлант вбегает, видит Мизери. Не успел, конечно, но дождется он. Так, бери и убивай его. Ну ты бы убил. Он бы убил Мизери все равно. 700 хп, лол. Он бы его 100% убил, несмотря ни на что. Или он решил Дума сейчас убить. Так, ну он сейчас... Закончился Сайлант? Ну давай, давай, Мизери. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Давай, Эрад, кого-то. Может, нет, когда Мизери просто хотя бы остановится ненадолго, потому что очень... А, он решил на МСС, да, у нас отвлечься. МСС, еще две тычки. И это будет последняя плюха. Да, я не знаю, что МСС там делал тэп-аут. И что он его сразу тогда не сделал, раз уж на то пошло. И отличный фраг от Сайлента. Все, он начинает, начинает он гонять. Он сейчас должен заставить кучковаться маузов. Это значит, что они будут меньше банально фармить. Это значит, что можно будет ходить, цеплять людей. Сайлента криты скоро появятся с такими темпами, да. Разводить их по линиям, сплит-пушить. И они все равно будут перемещаться. Санстрайк, МИД, МАГ и МАГ! Как он успел тут разложиться? Станф, пайкат, пайкат, юзает Шукуча, юзает таймлапс. И пайкат, кажется, отсюда сможет уйти. Да, есть у него еще Шукучи. Ну, МАГ же с Бэйна тем временем пытается принять. Кирпич в Бэйна, он юзнул стики. Да, Бэйна он очень сильно бьет. Но надо бумагу, наверное, отсюда отойти, потому что у него там осталось 5 хп примерно. Вот, видимо, чуть подригенился. Да, есть боталл. ТТ еще юзнул. Да, да, да. Говорит, так, где это там пайкат? Я тут слышал. Где он там? Ой-ой, Мидя, напали на Мизери. Опять у Мизери, Сайленс, ну и тут минус Мизери. Очень быстро забирают. Ну вот, то, что мы говорили. Просто идти и расстреливать. Ну да, это... Вижен есть, птицы летают по всей карте. Те самые Мидосы. Сейчас ребята из Мауса, я имею в виду, обладатели Мидосов, не особо хорошие помощники. Там форстафов нету никаких. Хотя, в принципе, Дниюшка уже умеется у Инвокера. Ну, пайката 1000 долинки, она ему очень нужна. Она ему нереально нужна, и это очень важно сейчас для него. Сейчас очень много денег зарабатывают имперцы. И что у них там вообще по общим артефактам? Есть ли Мека? Нет, Мекки пока нет. И это на самом деле странно. А кто их собрать должен? Бисмастер, походу. Да, кто угодно. Тревелак покупает. Вот Бисмастер и Тревелак, это ТП на свою птицу? Абузер? Резолюшн просто абузер. Да, это жесткий абузер. Или на птице Флая. И у Флая, кстати, Аганим через 1500. С такими темпами. Это очень серьезно. Ну что, продолжаем наблюдать. Довольно интересное начало. Действительно очень интересно. Ну и Na'Vi там выигрывает 14.9 у Virtus.pro первую карту пока в КС. Пока да. Ну там что, кстати, 14.9. Ну там бай, там очень важный бай. Если Na'Vi сейчас его возьмут, скорее всего это 16.9. Ну и пока еще рано о чем-либо говорить. Ну смотри, в миде на пайката не стал нападать Silent. Ну давай, Silent. Он понимает, что вот-вот-вот нужно, чтобы немножко остановился. Ой, тут очень много людей, которые рядом стоят. Ой-ой-ой, да, тут его просто все охраняют. Ты посмотри, там Сент-3, точнее просветка есть у Бэйна, просветка у Дума, гему Инчи и увидели Сайлент. А все, Сайлент убегает. Сайлент, кажется, тоже должен быть гем. Ну теперь знаешь, что есть гем. Да-да-да-да. Ну все, вот и теперь Моуза будут бегать вот только толпой и там бегать защищать вивера. При этом они очень сильно будут проседать по фарму. Да, имперцы могут съедать там карту, как-то я же говорю, сплитпушить, разводить на перемещение. И периодически, если кто-то будет отбиваться от стада, Клинкс будет отстреливать. Но если никто отбиваться от стада не будет, Сайленту придется тоже немножко пофармить. Для Клинкса это не самое лучшее на самом деле занятие. У нас выход с маке от Моуз Спортс. Мизери, пас и пайкат отправляются на верхний лайм. Там как раз у нас Клинкс оружие. Ну и вот он Сайлент. Погибнет, скорее всего. Да, поймали Сайлента. Минус Бонник. Он, кстати, затарился перед смертью, я так понимаю, да? Ну, наверное, нет. Да-да-да, он Кристаллис купил. Он Кристаллис купил. И Мах купил Огр Клаб. Вот так вот. Птицы уже на Рошане, кстати, висят. Третий фраг сделали Моуза. По деньгам не так все печально. 4 тысячи голды, они 2 тысячи к себе проиграют. То есть надо намного больше давления от Моуза. Да, там же Мидосы. Мидосы дают жизнь. Мидосы, конечно, дают вот эту самую экономическую стабильность. Но нету артефактов для жизни. Да, покращение, конечно, есть. Но это в том-то и дело, что это покращение. Это фиктивное количество денег, скажем так. Ой-ой-ой. Но Моуза еще и Куру потеряли. Где ничего не было. А как они ее потеряли вообще? А, ну, Мак просто прыгнул, убил. Да, ну и смотри. Погоня за Вингой. Ванскор. 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 И успевает улететь. 200 хп. И оказывается на базе он. Неплохо, Ванек. Неплохо. Валидольщик этот. Да, да. Так, Эмпайр, надо продолжать сейчас. Я понимаю, что Сайлент хочет найти какого-то крипа. Но вот надо им, надо идти и сносить товара. Потому что они сейчас остановились. И это не самая лучшая идея, скажу я вам. Да, останавливаться, конечно, ни в коем случае нельзя. И нельзя забывать о том, что Вивер вроде как серьезный, такой лейт-герой, с которым шутки потом будут плохи. Ну и имперцы, кажется, тоже все понимают. Они заходят на Рошана. Заходят на Рошана, очень быстро должен его убивать Сайлентом. Через трейф, благодаря пассивке в резолюшнах. Слышу крик, это значит, Na'Vi выиграли, я так понимаю, Virtus.Cross 16.9 в первую карту, да? Ну, скорее всего, да. Там был плохобай в последнем раунде. Да, Na'Vi, красавцы, 1-0 повели в четвертьфинале против поляков. Да, действительно. Что-то вчерашнего провального группового этапа. Блин, а какие же там карты у нас получаются? Кто это знает? Нет, погоди, это не то. Где-то было сейчас. Сейчас, короче, найду. Ну что же, 18 минут игры тем временем за нами. Маг взял ДДшку. По-прежнему второе и третье место по Нетворцу занимают Вивер и Инвокер. И надо что-то империи с этим... Да, они прекрасно знают. Я уже сотый раз за время, что надо что-то решать. Надо что-то решать. Инферно, Мираж, Поезда. Мираж хороший у поляков. Инферно – это была карта Na'Vi. Да, это вроде как так и есть. Ну, ладно. Вот он, Смоук. Тут вордов заставили полностью. Но вот, кстати, знают, Мауза, что в чужом лесу сейчас находится Импайр. Импайр могут в спину зайти очень хорошо. Флай сделал ТП. Такой себе полубайт. На самом деле видели сейчас, где находились. Они думают, что в лесу вот здесь имперцы. Потому что пробежались по вардаму, а потом вошли в Смоук. Кстати, смотри, там пошли телепорты и увидели это ребята из Эмпайр. Они сейчас просто могут поймать Пайката, какого-нибудь загулявшего. Пайката, у Пайката телепорт в кулдауне. 14 секунд кд телепорта. Ну, нет, забили, забили. И нет, развернулись, развернулись имперцы. Блин, как же много там сентритов. Мауза сейчас очень четко все делает. Там у каждого героя есть либо просветка, либо сентрики. Ну, вот либо Индокер себе некробуки собирает. Да, да, да. Вот МСС или кого-то. Ну, надо, надо, надо ловить, надо убивать. Потому что сейчас Мауза начинает понемножку выигрывать игру. То, что мы говорили, у Эмпайр не так уж и много времени. Так, там, смотри, Вивер нападает на Флая. Санстрайк, под сеточку. Ну, похоже на то. Флай, правда, пока у нас мансит. И заставляют отойти Вивера. Бисмастер прыгает. Бисмастер ставит сентрик. Пайкат здесь появляется. Пайкат успевает уйти. Не было видно. Нуженгем. Тут по-другому ты его не поймаешь. Да, там просто слишком шустрый. Успел спрятаться за деревом. Но опять он выиграл время. Да, Пайкат у нас отсюда убегает. И... И-и-и-и-и. Что там? Там четвертая, кстати, птица. Виде, огромный рейндж. А снизу Сайланс носит тавар. Есть глип. Так, ну вот Брюмастер нашел паса. Пас. Ставит опс. Вот Мизери... Ставит сентрик. И... Все. И Мак... Решил Макчин из ультимейта. А Мак там решил Мизерию просто поубивать. Он его, может, и не убьет. Что там сейчас нахиляется Мизери и до фулл хп просто пока летает. Все отходят. Мак тут штормом еще бегает. Отвлекает внимание на случай, если кто-то решит его догнать. И появляется третий некробук у инвокера. Ну что ж, у Маус Спортс все уже не так уж и плохо. Стоит отметить. Да, все хорошо. Правда, Тавар сейчас Эмпайр забрали. Мауза выиграли кучу времени. Мауза делает все правильно и четко. А Эмпайр не хватает. Какой-то полной собранности и координации действий, что ли. Надо им... Ну, знают они, что надо сделать. Но как сделать, не совсем понимают в данный момент. Мидосы, 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 Мидосы. Мидосы работают. Пока что они работают. Как бы я их ненавидел. Ну, вот 7 тысяч голды, 5 тысяч эксприт. Да, у Эмпайр все же преимущество. Да, они забирают. Последний уже Тавар не потеряли. Потеряли, извините, один потеряли, а не Тавар. Бестмастер, мы видим, тоже Некра приобретает. Гем нужен. Так, Брюмастер, да, у нас выходит в Аганим, до которого осталось немножко. Ой, Аганим уже есть у Флая. Да, у Флая там давно уже Аганим. И почти доедалось у Сайлона. Почему две птицы летают? Одну где-то потерял? Да, скорее всего, да. Третью вызвал Резолюшн. Говорит, чтобы тем двум было не обидно. По-прежнему имеется же Аэгис. Вот здесь у Клинкса. У него, кстати, Дейдалус через буквально вот 300 голды. Ну, сейчас, кстати, Крепочка заберет. Хотят, некого пока еще забирать. Хочет дождаться. Может, хотят действительно дождаться Дейдалуса и уже с Дейдалусом пойти. Ну вот, Аганим появляется у Брюмастера, Дейдалус появляется у Клинкса. И действительно, да, можно попробовать пойти и атаковать. Ну, 30 секунд кулдаун ультимейта у Брю. Тут еще совсем чуть-чуть осталось дождаться, пока появятся деньги на Демонейдж. Пайкат. Вот пас, хорошая позиция у паса. Да-да-да, там Вард стоит, там видят сейчас, где находится Мак. И напали на Флай, а тут же сбивает. А как четко играет здесь Эмпайр. Да, ну смотри, дум кинули на Салет, а Салет в принципе пофиг. Он просто стоит и настреливает. Почему именно на Насалет? Что это был за дум? Ну, Флай погибнет, скорее всего. Флай, Флай, покажи. Флай. Нет, все-таки Флай погибает. Вивер у нас через... Салет всю драку просто терется в Думе, ему вообще пофиг. Да, только Некрачей. И Некрачей никто не контролит, действительно. Вообще пофиг, забей. Мизери поймали, убили. Блин, вот Мауза так не доигрывает, это забей просто. Ну вот серьезно, Дум классно залетел в самом начале драки на Салета. Да, Бейна убили, окей, но все равно попытайтесь его зафокусить, все будет хорошо. Хотя бы Некрачей на него накравить и все. И он не сможет просто стоять в Думе и нарезать. Ему надо будет убегать. А то он стоял стрелял, да, он стрелял простыми стрелами, но он стрелял. Он стоял стрелами, ну погоди, простыми стрелами, давай посмотрим. У него простыми стрелами. 148 плюс 69. Это в принципе тоже неплохо. Ну и криты все равно проходят под Думом. Не факт. Или не проходят? Вот я же говорю, не факт, вроде не должны проходить. Дум же всем шмотки вырубают. Вот отключает, да, отключает все. Так что в принципе. Ну вот я просто говорю, это все равно типа 200 уронов с руки. И ну стоит, он себе нарезает, там выдает те же самые там полторы атаки за секунду. Ну у него скорость просто на 65. И все равно он нарезает. И это как на Ликантропа форме кидать, я не знаю, Думум. Я постоянно буду вспоминать эту тему, потому что Фанника я очень долго прокалывал. Нави против Нави, да. Да. Вселая игра. Так, ну что, Резолюшин не хочет заблинковаться на хайк. А, нет ульта, нет ульта еще 15 секунд. Пошел дамаж. Есть, Мак сейчас может в принципе залетать уже и начинать наводить шорох. И как же смотри Сайлента нарезает? Вот-вот он Мак. Вот прыгает, пошел кипиш, Сайлент должен забирать барак, пока Мак здесь наводит шороху. Да. Отлично играет Мак. Мак там действительно очень неплохо разбирается. Мизери, а как хорошо, мизери разорвали. Продолжает убивать людей, ну и Сайлент будет либо сейчас погибнуть, либо отойти подальше. Ну он, видишь, не добивает специально Жука, чтобы погибнуть, но в итоге его не добили Жуки. Так, ну это минус сторона у Маус Спорт. И не потерял Айгис, а Айгис сейчас закончится, надо потерять. Пытается Сайлент специально потерять. Он хочет потерять, и ну... Ну подставься же! Да он даже не двигался, ну попади уже в меня. Ладно, говорит Сайлент, видите, вы в пень. Там Дум на визажа кинули. Ну хорошо, визад же здесь, наверное, Пайкат все-таки убьет. Да-да-да, конечно, убьют, это 100%. Пайкат, кстати, нафидонил так плотно, 4-3-2 у него. Ну фидер знатный, да. Ванскор 1.07, прошу заметить, ни разу человек не умирал на винге, и просто накаркал Вилат сейчас. Ну и смотри, и Минюшка тоже там сейчас подходит огромное количество вигей. Вот это я сейчас в натуре накаркал просто так четко. Стан, урну сбили, резать. Ой, какой байт от Вани. Все нормально, это был профессиональный байт. Байт на вингу, все нормально. Так вот, в сторону Имперца забрали практически без боя. Он типа был, но его на самом деле не было. Потому что маг просто залетел, был бой мага против команды Маус Спортс. Потому что они думали, что против одного мастера. Ну вот он, Дум, своим Мидасом сейчас застанет Сайлента, и все будет хорошо. А почему Сайлент? А вот так вот он решил. Там еще просто маг подходил. Бом-бом-бом. 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 Как там бом-бом-бом говорит хвост? Да, хвост говорит бом-бом. Бом-бом. Не весело сейчас, конечно, Маузам. Теперь они понимают, что не хватило им времени, чтобы собрать какие-то артефакты с помощью Мидасов. Разве что инвокерник на 3 собрал, да. Ну, вивер не собрал даже БКБ. Или что он там собирает, или этот изолятор, не знаю. Непонятно, да. Вот на топе резолюшна принимает. Санстрайк в резолюшна. Ему вообще плевать. Он на развороте ультанул в паса. Вызвал Некрова. Пытается убежать здесь резолюшен. Да, самон просто хотя бы уйти из подвижной ищи. Нормально. И да, да, да. Ну, тут уже просто команда прибежала. Команда 5. Да, там Флайк, кстати, Владмир собрал в помощь своим пацанам, убивакам. Резолюшен побежал за третьими Некрами домой. И чтобы паригениться. Есть у него тревела, поэтому к команде он все равно прилетит. Линия здесь не полностью убита. Снесен рейнджевой барак. Ну, наши пацаны, понятное дело, слушают стримы. Все как положено. Гема нет у маузов. И боятся они что-либо делать. Просветки, вардов тоже нет. Тут вообще страшно выходить сейчас, потому что ДПС чумачейший. Лютый, да, действительно лютый. Тут, конечно, стоят еще с Н3. И вот сюда прилетает у нас Резолюшен уже в драку. Разбивает с Н3. У него гем. Ну и пошел дальше. Пошел у нас экшен на хайграунд. Будут добивать второй барак. С какой-то зонидной легкостью сейчас играет Эмпайр. Как будто не напрягаются. И вот с Хавл. Эмперцы просто знают, что нужно делать. Сколько раз мы уже вчера говорили про матчасть. У них действительно хорошо она поставлена. Так, ну вот Некрономиконы сейчас проблемы могут быть за счет этих Некров. Надо их схавать. Вообще пофиг абсолютно на этих Некров. Никто не трогает просто. Ну да, на них просто забили и все. Снесли бараки и убежали. Они, короче, что-то бегают, кого-то харасят. На них вообще класть хотели. Так, вот на развороте Сайлента. 200 золота, 200 голды для Сайлента. И урна его сейчас быстренько подхилит. Санстрайк все равно никого не убьет. Распределяется по двум, кажется, героям. Какого-то левела Санстрайк. Там Санстрайк все равно 5-го левела на 27-минга. Это маловато, 14-5. Но по деньгам вы понимаете и по XP, что полное преимущество команды Empire. Empire отсюда уже не собираются уходить вообще. У них все ульты откулдаунились. У них есть там все, что надо. Третий Некра, Акадин. Сейчас тактика может быть такая же, как и при предыдущем заходе. Прыгает маг, начинает развлекать всю команду Моус Спортс. Пока они там развлекаются с магом, вот Сайлент просто берет и через атаку сносит вышку. Что это вообще? Подняли Сайлент. Гидсу там тоже неплохо решали. Свап. Ваня красавчик. Тут маг ультанул. Бисмастер тоже ульт в МСС. Его подвинули. Мизери просто лопнул. Мизери просто кастов забрали. Ну и все, надо сносить в сторону. Тут паса еще убьют, конечно. Хотят забрать все-таки Бэйна. Да, минус Бэйн. Инвокер убегает. Инвокер залетает. Ну там все, там должен маг дальше бегать, развлекать. А ребята сносят в сторону. Отличное исполнение захода на хайграунд. Просто шикарно. Не надо гоняться за героями. Я сейчас немножечко аж не скажу что. Вау. Письнул. Да, я немножко письнул, действительно. Ну это фантастическая игра от Empire. Вот то, что мы от них ждем. И вот просто урок доты какой-то для Маус Спорта. Гага. Все очень просто. 28 минут. Это действительно была классная игра. Причем урок доты. Вновь, да. То есть ребята собрали кучу митосов. Правильно, давайте не дадим им время их реализовать. Особо не торопясь, потому что все-таки 30 минут прошло. Это там не какая-то катка за 18 минут. Собрав нужные артефакты, как у нас, помнишь, был момент. Появляется сразу же Орхид. Появляется Аганим у Бримастера. Появляется на пару дагеров. Да, одновременно практически все. И все. И типа ребята идут. Давай нам сюда этого любителя темы Сисик. Все, все, да Ивана. А то он там у нас любитель темы Сисик. Ну что, Вань, топ-1 Интернешнл? Кто именно? Ну не ты же, блин. Ну, нет. Пока еще не топ-1. Ну, победить топ-16 Интернешнл, это небольшая заслуга. Причем пока только в одной карте. Так что мы еще подождем. На самом деле, Эмпайр очень хорошо себя показали. Вот этот клинс. Точнее, они теперь сами решили запушить. Вместо того, чтобы противиться пушу. И все у них получилось. Очень хороший пик. Я сначала думал, что Бестмастер пойдет в оффлейн, Бремастер пойдет в мид. Но так думали абсолютно все. Так думали абсолютно все. И Мак на самом деле отыграл очень неплохо. Да, он отдал ферст-блат. Потом дабл-хилл он просто на пофиг пошел и забрал. Вместе с Ван Скором. Отличная реализация. И на пятой минуте быть шестым левелом. Это, конечно, очень круто. Но и в целом, ребята из Маус решили понакупать Мидасов и затянуть игру в лейд. Ну, то есть они вернулись на полгода назад, на прошлый Дримкак, где эта стратегия еще работала, и типа можно было так постараться что-то придумать. Но в целом, понятно было, что при пике Клинкса и Бремастера очень много контроля для Дума нужно, плюс еще Бесмастер, они хотели затянуть игру, потому что ярко выраженный сплит-пуш или просто пуш у Эмпайр на самом деле отсутствует. То есть если вырубить Клинкса, то запушить очень сложно ребятам из Эмпайр. Но этого не удалось, и Моуза просто не смогли выформить нужные артефакты, и ничего не сделали, по сути. Ну, вот я особо по этой игре ничего толком не скажешь. 0-2 фата, 0-4 МСС, 0-4 пасс, то есть 1-5 Мизери. Ну, Пайкат, который там, ну, Вивер не может. Пайкат хорошо сыграл, Пайкат хорошо сыграл, действительно, он пытался очень... У него был очень ранний Мидас с достаточно ранним... с ранней линкой. То есть, в принципе, это не тот Клинкс, про которого можно сказать, о, он собрал Мидас, и его пять раз убил Бонник из-за этого. Вот какое дно. Нет, он собрал Линкуб где-то минут на 14-й, и все у него было достаточно хорошо. То есть его не мог убить Клинкс, но не пошло, не пошло у ребят из Мауз. Совсем чуть-чуть, совсем немного. Прогнозы на вторую игру будут? Как думаешь, что сейчас будет делать Моуза? Я думаю, что получать по лицу от Эмпайр. Ну, то есть, так как мы прогнозировали, в принципе, в начале, что у Эмпайр проблем с этой командой быть не должно. Ну да, 2-0, я думаю, будет, и пойдут у нас ребята в финал Лузеров, и будут... А там уже будет интересно. Да, там будет действительно интересно. Как там Cloud9 после вчерашнего изнасилования себя чувствует и так далее? Да, да. Я, кстати, не знаю, вы поздравляли или нет, но я хочу лично поздравить Андрея Голубева с получением визы. Андрюха! Да, Дред получил визу в Америку, если вы не в курсе. Ну, вы, наверное, не в курсе. И появится с нами в Сиэтле. Да есть же, да есть же, да есть же. Так что ждите Дреда в Сиэтле, это будет круто. Давайте хэштег запустим Дредград с визой и так далее. Да, да, да. Теперь заспаймите его. Да, теперь давайте спаймить Дреда, Дредград с визой, привези гамбургеров, и все будет нормально. Ладно, короткая пауза, мы возвращаемся на второй матч между Empire и Mouse, буквально минут через 15.